Я учился на факультете журналистики Уральского университета со 70-го по 89-й год. Так получилось, уходил в армию, учился 9 лет, учитывая уходы и так далее, вместо 5. И меня совсем другому учили. Это была школа советской журналистики. Мне преподавали военные корреспонденты газет. Они прошли всю войну, всю эту мясорубку, это героические люди. Это безумно было интересно слышать, как он под пулями это все делал. Они не придумывали, они рассказывали истинную правду. Я успел достать этих людей, они все давно уже ушли. В 80-е годы это были супер. Они книги свои издали даже, издали. Были поэты военные у нас в Свердловске тогда. Нам приходил тогда Ельцин и что-то рассказывал по развитию, по смычке журналистики и власти и так далее. И то, что сейчас происходит, это совсем другое. Новый журналист, современный журналист, это непонятно кто. Тогда было известно лицо и понятие журналист Советского Союза, журналист России. Я журналист Советской России, выпускник Советской России. А теперь кто? Кто эти выпускники? Я пытаюсь задавать эти вопросы Засурскому и сыну Засурского. Они не могут ответить на этот вопрос. Слава богу, жив старший Засурский, великий человек. Я пытаюсь понять, как в эпоху тотального интернета и простоты общения, кто еще что может читать там на факультете. Есть, конечно, интересные спикеры и преподаватели. Но размылось понятие журналиста. Кто-то журналист, радиожурналист, видеожурналист, газетный журналист. Отмирают газеты. Например, мой старинный приятель, один из журналистов «Карьера де ла Сера», такой газеты, русского представительства, он 20 лет проработал там, закончив «Иньяс», Мариса Тореза Московской. И все было, кажется, нормально. И последний раз, когда с ним встретились за рюмочкой кофе, он сказал, Андрей, а все, у меня рушится. У нас нет работы. То есть, как бы людям неинтересно. Ведь раньше надо было сесть утром итальянцу, взять обязательно чашечку капучино, после душа закутаться в халат и красиво открыть «Карьера де ла Сера». И начинать читать. И начинать читать, как вот это, 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 как тут коррупция, как сицилянская мафия. Смаковать, есть какой-нибудь вкусненький тирамису или что-нибудь такое и попивать этот капучино. Теперь это не надо, неинтересно. Теперь ты зашел и в ванной, принимая, ты смотришь там, блин, какую-то информацию по тому, что происходит на сицилии. То есть, нет понятия газетного наслаждения. То же самое, как уходят книги. Когда книжку можно было смаковать, читать, нюхать ее запах, это старинного фолианта. Там, брагауза и фрона открывать и читать, красоту. Нажал на кнопку, получишь результат. Вот он, результат, он пришел. Он есть. И поэтому вы сами понимаете, что это.